В эфире программа День Города. В студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот о чем расскажем вам прямо сейчас. Полицейские задержали велосипедного вора. На улице Грибоедова сгорел автомобиль. В Рязани проходит мастер-класс по восточным единоборствам. И на улице Новаторов провалился асфальт. Утро четверга стало тревожным. ЧП произошло на улице Зубковой. В автомобиле был найден мужчина с перерезанным горлом. Он скончался до приезда скорой помощи. По предварительной версии причиной смерти мужчины послужило самоубийство. Окончательная правовая оценка будет дана с учетом всех установленных обстоятельств по результатам проверки. Еще одно происшествие. На улице Грибоедова загорелся автомобиль. Владелец машины рассказал, что сначала машина стала дымиться. Позже под капотом появилось пламя, мужчина стал его тушить. Полностью справился с возгоранием. Ему помогли несколько очевидцев. На место прибыли спасатели и полицейские, которые помогли убрать машину с дороги. Причины возгорания пока не установлены. Владелец автомобиля сообщил, что перед задымлением у него перестала работать педаль сцепления. На улице Новаторов провалился асфальт. Это уже примерно девятый провал дорожного полотна в городе с начала лета. Насколько глубокам проблема на этот раз, расскажет Валерий Седов. Не может прижиться асфальт на земле Рязанской. На этот раз он провалился на улице Новаторов. И все бы ничего, ямка совсем маленькая. Таких в нашем городе не счесть. А бывалые водители видели и похуже. 20 сантиметров в длину и 15 в ширину. Но есть другая проблема. Яма хоть и небольшая, но глубокая. Энтузиасты нашлись и уже накидали туда несколько палок, пытаясь измерить ее глубину. Мы же сделали это с помощью рулетки. И вот результат. Около полутора метров. Из-за глубины ямы ее тут же огородили дорожные службы. По словам ремонтников, узнать причину провала на данный момент невозможно. Также и сложно понять, какой урон она сможет нанести дороге. Зато каждый водитель не упускает возможности остановиться и взглянуть на новый провал. Хоть и такой небольшой. Такими темпами скоро вся Рязань провалится под землю из-за стыда. В Рязани детский сад номер 8 закрылся на карантин. Причиной стала инфекция менингита. Опасное заболевание диагностировали у двоих детей. Сирозный менингит поражает оболочку головного мозга. Преимущественно болеют дети от 3 до 14 лет. Вирусы передаются от больного или носителя контактно-бытовым, пищевым и водным путями. Быстрое распространение обусловлено возможностью передачи воздушно-капельным путем. Интенсивная подготовка к новому учебному году сейчас идет в рязанских спортивных школах. До того, как школьники приступят к тренировкам, остался всего месяц. На что важно обратить внимание и что требует особого подхода, знает Роман Творецков. Наступил последний месяц лета. Это значит, что уже через несколько недель свои двери откроют десятки тысяч учебных и спортивных заведений по всей стране. Но прежде чем начать свою работу, каждый из объектов должен пройти проверку на соответствие всем требованиям и нормам. Это, безусловно, большая работа, потому что сами учреждения за летний период тоже проводили подготовительную работу к новому учебному году. Надеемся, что все учреждения будут соответствовать тем требованиям, которым они должны соответствовать. В первую очередь, учреждения образования сферы физической культуры и спорта должны соответствовать санитарным нормам. Безопасность также является важным критерием при прохождении учреждения, так называемой приемки. Немаловажным считается показатель доступности спортивной школы. Чтобы соблюсти все эти и многие другие требования в секциях и спортивных школах на протяжении летних каникул, руководство данных учреждений проводит профилактические работы. Так, например, в Дворце спорта Олимпийский подготовили комплекс не только для детей, но и для посетителей всех возрастов и социальных категорий. На сегодняшний день, что у нас мы обновили, первое, это установлена камера кругового обзора над ледовой ареной, произведена модернизация установки воды, фильтрации воды, которая делает лед наиболее твердым и прозрачным. Проверка в учреждениях образования сферы физической культуры и спорта продолжится до 18 августа. Специальные комиссии ежегодно проводят подобные мероприятия с целью контроля качества условий, в которых предстоит обучаться детям. Осторожность не помешает даже в таком, казалось бы, безопасном месте, как детская площадка. Горка без лестницы, песочница без песка и кругом мусор. Такую картину можно увидеть в одном из дворов города. Причем это не заброшенная детская площадка, а очень популярная в округе. Ведь играть ребятам больше негде. Чаще всего детские площадки представляют из себя настоящий кошмар. Сломанные горки, баскетбольная площадка без колец, да и карусели, которых сейчас нет. Так, на улице Островского жильцы неоднократно жалуются на состояние своей. Родители с детьми гуляют здесь каждый день. Нам двор нравится, но хотелось бы, чтобы он был более благоустроен. Песок в этом году не привезли. Два года привозили, в этом нет. Горку сломали, карусели сломали. И дети играют в футбол, в мячики улетают. Рядом находится еще одна детская площадка. Песок не меняли уже два года, поэтому она превратилась в настоящий туалет для домашних животных. По словам местных жителей, горки всего ничего. Два года. И за это время ее уже успели испортить. Но гулять детям практически негде, поэтому и приходится кататься на сломанных каруселях. Буквально через один дом открыли новую детскую площадку. Она еще не достроена, но мамы с детьми ее уже облюбовали. Но недовольные всегда найдутся. Совсем недавно в социальных сетях выложили фотографии этой площадки. Человек негодовал, что за короткое время детскую площадку уже успели испортить. Правда, наша съемочная группа на месте не обнаружила ничего страшного. Только немного грязи, которую принесли дети на своих подошвах. Рядом с детской площадкой находятся и тренажеры. Единственный недостаток здесь – это отсутствие высоких бордюров. После дождя грязь вымывает на площадку. Правда, местные жители, которые нам встретились, понимают, что строительство еще не закончено. И стоит немного подождать. Кражи велосипедов в Рязани стали масштабным бедствием. Любители прокатиться на велосипеде летом с каждым годом все больше. Вместе с тем не дремлют и нечистые на руку товарищи. Полицейские задержали серийного велосипедного вора. В конце июля в полицию поступало много сообщений о кражах велосипедов, припаркованных у торговых центров Рязани. Однако сотрудникам полиции удалось задержать вора. Им оказался 23-летний житель сибирского региона, который приехал в наш город в отпуск. Злоумышленника удалось задержать благодаря свидетелям и записям с камер наблюдения. Также этот мужчина причастен к краже в двух сотовых телефонах и трех тысяч рублей. Все украденные велосипеды вор перепродавал в короткие сроки. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сотрудники полиции напоминают жителям города и области, что необходимо внимательно следить за сохранностью своей собственности. Велосипедов, денежных средств и ценных вещей. Не оставлять мобильные телефоны, кошельки, сумки и автомобили открытыми и без присмотра. В подвале потоп, в воздухе смрад. Жители дома по улице Разина уже потеряли надежду решить проблему с канализацией. По срочному вызову на место выезжал Валерий Седов. Почти каждую неделю в доме номер 2 на улице Разина прорывает канализацию. По всем квартирам разносится ужасный запах. Как рассказывают жильцы, в помещении находиться просто невозможно. Невыносимо. Я вообще не понимаю, как тут люди живут. Очень пахнет. И из года в год, из года в год приедут, выкачивают это все безобразие. Началось все это еще в далеком 88-м году, когда люди только начали заселяться в дом. И с тех пор никаких перемен к лучшему. Жильцы рассказали, что растения на подоконнике увядают за считанные часы. Притом запах распространяется только из одного угла дома. В дальних подъездах он не чувствуется. Нам рассказали, в чем суть проблемы. Жильцы дома уже неоднократно жаловались в различные инстанции. В сам подвал попасть не так-то просто. Без резиновых сапог соваться туда даже не стоит. А по помещению круглогодично летают комары. По словам представителей ЖЭУ номер 19, к которому относится дом, на все заявления жильцов сотрудники реагируют своевременно. Естественно, есть заявки, они выполняются. Все мы убираем. Если канализация прорвалась, значит меняем или вычищаем. Недавно со всех жителей дома собрали деньги на насос для откачки нечистот. Правда, заплатить за него согласились далеко не все. Видимо, некоторые уже привыкли так жить. Представители ЖЭУ заявляют, что уже в скором времени насос приобретут. Жителям злополучного дома по улице Разина остается надеяться, что они смогут дышать полной грудью. В общежитии на улице Кирпичной жильцы делят кровь с крысами. Но попытки бороться с антисанитарией завели людей в тупик. Почему управляющая компания игнорирует запросы людей, разбирался Роман Дворецков. Проблема в сфере ЖГХ одной из самых распространенных по всей стране. Жители нашего города хотя бы один раз дообращались в управляющие компании по различным вопросам. И не всегда добивались результатов с первого раза. Так происходит и с жителями общежития на улице Кирпичный завод. Их управляющая компания буквально игнорирует жалобы жильцов на состояние жилого дома. Мы им предъявляем все вот эти претензии, которые практически не выполняются. Даже не выезжают люди, которые обязаны нам совершать ремонт. У нас все течет. У нас заливается с третьего этажа из душа, из туалета. Все заливается на второй этаж. Все стены у нас пропитаны. Вы сами видели, как это все выглядит. И мы предъявляем им претензии и говорим, что мы не будем оплачивать услуги. За что мы платим такие большие деньги? Практически работы никакой не ведется. Несколько лет назад силами проживающих был сделан ремонт. Естественно, за их же деньги. Однако и его хватило ненадолго. Больше всего жители беспокоят состояние труб водоснабжения. Ведь находиться в постоянной сырости невозможно. У многих семей в этом доме есть дети. На данный момент у меня есть маленький ребенок. То есть выпустить даже в коридор не могу. Почему? Потому что, ну сами понимаете, в душ сводить, чтобы ребенка скупаться тоже не могу. Потому что все с потолка как бы капает. Меры, то есть как бы да, мы звоним, постоянно звоним в нашу управляющую компанию. Для того, чтобы устранить, допустим, там, ну, кран поменять, там, с туалетом проблемы. Просто игнорируют. Просто-напросто. Ну, так и живем. Управляющие компании нам сообщили, что в скором времени жильцы получат ответы на все вопросы. Мы вот сейчас, кстати, готов ответ на их обращение. Так что они получат все это, весь ответ, который, вернее, ответ на задаваемые ими вопросы. Естественно, то, что они написали, потихонечку будем выполнять. Но написали заявление, это не говорит о том, что раз, мы все и сделали. Пока жителям дома номер 15 по улице Кирпичный завод придется ждать ответ от своей управляющей компании. И надеется, что она сдержит свое слово и проблемы, волновавшие проживающих на протяжении многих лет, в скором времени решаться. В эти дни в Рязань со всей страны съехали спортсмены и инструкторы по направлению традиционных японских единоборств. Мастер-класс для приверженцев восточного искусства боя проводит японский мастер. Пообщалась с ним и побывала на необычной тренировке Ирина Ковалева. Страна восходящего солнца по праву считается родиной многих восточных единоборств. Именно поэтому опыт общения с японскими мастерами бесценен для российских спортсменов. Мастер Акадзаки Хирота в наш город приезжает уже в четвертый раз. Так что со многими спортсменами он знаком лично и высоко оценивает уровень их подготовки. За те годы, которые мы встречаемся, проделана большая работа. И рязанские спортсмены, которые занимаются нашими боевыми искусствами, достигли больших успехов. Все занимаются очень серьезно, увлеченные на мастер-классах. Они стараются получать максимум знаний и информации. Даже за несколько мастер-классов сложно чему-то научить. Но благодаря тому, что проходят они с определенной периодичностью, мастер планомерно обучает российских спортсменов определенным элементам, в том числе и работе с оружием. Саи, тонфы, бо – все это участники со всей страны привезли с собой. Кто-то, чтобы совершенствовать свое мастерство, а кто-то, чтобы познакомиться с кабудзюцу – искусством владения оружием. Помимо рязанских спортсменов, большинство из которых занимаются в Центре японских единоборств при РГУ имени Сергея Есенина, на семинар приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Норильска, Перми, Ставрополя. По словам участников, ради такого опыта они готовы ехать не то что в Рязань, но и в Японию. Кстати, Павел Швец из Ставропольского края был в стране восходящего солнца уже 10 раз, так что добраться до Рязани ему не составило труда. И несмотря на то, что Павел, как и многие участники мастер-класса, уже удостоился права носить черный пояс, он уверяет, всем им есть чему поучиться, особенно у такого мастера. Получив черный пояс, ты только понял, что ты только начал учиться, только. Черный пояс – это не конечная фаза, это только ты соприкоснулся, только открыл дверь того мира, где нужно учиться. А учиться очень много. То есть сейчас, очередной раз, приехав к мастеру, я понял, что то, что я знал, я ничего не знаю. То есть я только начал учиться, я снова открываю для себя каратэ. Приехал на мастер-класс Акадзаки Хирота и специалист по каратэ ВКФ, телеведущий, мастер боевых искусств Николай Коровин. На протяжении 10 лет он снимал документальные фильмы о мастерах боевых искусств. И в связи с этим произошло его знакомство с Акадзаки Хирота в 2008 году в Токио. Это мастер энциклопедических знаний, который обладает уникальной техникой. И в самых различных областях, не просто каратэ, а бой голыми руками, он владеет оружием. Вот железные трезубцы сай, деревянные тунфа, это рукоятки мельничных жерновов, нунчаку, бо, шест. Он знает огромное количество техник, прекрасно владеет самурайским мечом катаны, школа мугайрю. И поэтому, конечно, к такому сенсею, это как, знаете, к животворящему источнику, в жажду припасть и напиться кристально чистой холодной воды. И это очень здорово. Сегодня пообщаться с Акадзаки Хирота можно было в рамках пресс-конференции. Ну а после он продолжил свои мастер-классы, на которые попасть мог любой желающий. Продлятся семинары до 5 августа. Ну а в октябре уже рязанские спортсмены отправятся в Японию. Ярко и необычно завершился вчерашний день ВДВ. На парковке у одного из торговых центров автомобилисты выстроились в негласный символ десантных войск – парашют. Подсвеченный фарами автомобиль и рисунок с высоты птичьего полета смотрелся впечатляюще и переливался от включенных аварийных сигнализаций. И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ. 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 Продолжение следует...